ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА ПЕСНЯ Что на что-то мне вообще делать? Кто это? Это же манекен. И дурочка моя. Небось. Не сна лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Ты снова думаешь об этом звонке? Ну мало ли кто это мог быть. Почему ты думаешь, что это обязательно как-то связано с историей наших отцов? Пришел ответ от оператора связи. Звонок был из пригорода. Слезу после звонка номер исчез. Это явно чья-нибудь злая шутка. Каких-нибудь уголовников, которых ты когда-то там посадил. Ты понимаешь, что такой номер исчез? Это значит, после звонка и симку, и телефон уничтожили. И то, что сказал этот урод, это значит, что за мной следят. И возможно, прямо сейчас. Сережа, ты всю квартиру проверил на жучки три раза. Да, жучков в доме нет. Возможно, утечка произошла через архив. Или после того, как я сделал запрос в Министерство обороны. Ты просто зациклился, правда? Ты зациклился, тебе нужно переключиться, тебе нужно отдохнуть. Ты начинаешь меня пугать. Все, бросаю. А как я могу загвозить вино? Ой, ну это будет непросто. Например, романтический ужин? Да-да, конечно, пельмени при свечах. Я очень это люблю. Извини. Серега, извини, что так поздно. Ну, нас обрал. Только что в парке нашли женщину, похоже, ритуальное убийство. Манекены, знаки, какие-то вообще чертовщины сплошные. Но ситуация неординарная, это как раз твой профиль. Поможешь? Давай. А Скрипков где? Откуда я знаю? Дома, наверное. Ну, давай, тащи его сюда, к нам. Ясно? Ясно, что ничего не ясно. Твой тетерев, как всегда, вовремя. Ну, я так понимаю, пельмени отменяются, так что я пойду. Аня, ну ты что, обиделась? Я? Нет. Ну, честно, просто уже поздно. Все, пока. Старайся отдохнуть. Студент, не спишь? Знаю, знаю, что не спишь. Сергей Юрьевич, я уже на месте. Вот что имеем. Ближе покажи. Сейчас. Что у нас? Светлана Жогова, владела сетью бутиков. Убита недалеко от одного из своих магазинов. Манекены взяты оттуда же. Сергей Юрьевич, сцена преступления похожа на некую художественную инсталляцию. И, похоже, у автора этой инсталляции мозги явно не на месте. Виктор Александрович, на данный момент могу сказать следующее. Выстрел был произведен прямо в сердце. Следов борьбы нет. Ясно. Что в сумочке убитый? Планшат разбитый, сильно поврежден при падении. Нужно восстанавливать. Ключи от квартиры, косметичка, документы. В общем, типичный дамский набор. А мобильник? Мобильника, к сожалению, нет. Предположим, что в телефоне могла быть улика против убийцы, поэтому он забрал. А что в кошельке имеется крупная сумма денег. Нетронутая. Пока все. Скажите, у владелицы вашего магазина, Светланы Жоговой, были враги? Может, вы что-то знаете, слышали? Не знаю. Только не из персонала. Мы все ее очень любили. При ней поднялся уровень продаж и зарплаты тоже. Я даже не знаю, что теперь будет со всеми этими судами. Какими судами? А вы не в курсе? Пару месяцев назад начался судебный процесс из-за бутиков. Виталий, а что вы делали в ночь убийства вашей жены Светланы? Бывшей жены мы в официальном разводе. Я был в командировке в Берлине. Это могут подтвердить десятки людей. Вернулся, а тут такое. Просто трагедия. Светлана не заслуживала такой смерти. А какой смерти она заслуживала, по-вашему? А почему вы с ней развелись? К делу это не имеет отношения. Ну, кто знает. Вы о чем? Зачем вам ковыряться в грязном белье? Убит человек. Женщина, с которой вы жили. Ладно. Если вы так настаиваете. Все абсолютно банально. Светлана застала меня с любовницей и подала на развод. Развелись мы очень цивилизованно. Сохранились прекрасные отношения. Настолько прекрасно, что вы решили судиться с вашей бывшей женой за сеть магазиновой одежды? Да при чем здесь? Это же бизнес. На момент развода Светлана была управляющей моих магазинов. Потом она решила подделать документы и стать не просто управляющей, а полноправным хозяином всей сети. Такие чисто бабские козни. Когда я узнал, что она хочет отжать у меня всю сеть, у меня не было выбора. Я путал в суд. А теперь ваша жена умерла. И суд, естественно, вынесет результат вашу пользу. Не правда ли, как удачно вышло? Да что вы намекаете? Суд ей так бы выдал. Вы уверены? Абсолютно. На сегодня вы свободны. Просьба не покидать город до окончания следствия. Пока просьба эта не официальна. Прошу, за мной. Скорее всего, алиби у него железобетонное. Ну что ж, зайдем с другой стороны. Нам нужен адвокат Светланы. Наша беседа пройдет вместе со следователем Никоновым. Это он? Игорь, скажите, вы были адвокатом Светланы Жоговой? Да. Я представлял в суде Светлану Жогову. Но после ее смерти, естественно, суд примет решение в пользу Жогова. Были ли моменты в ходе судебного дела, говорящие не в пользу Жогова? Он угрожал вашей клиентке? В материалах суда все отображено. А что касается личных отношений между моей клиенткой и ее бывшим мужем, то я не хотел бы... Скажите честно, вы чего-то боитесь? Нет, я вас понимаю, Жогов человек с большими деньгами, но юрист должен уважать в первую очередь себя, а не чужое бабло. Порядочный юрист. В свое время Виталий Жогов подарил своей жене Светлане один магазин одежды. Он сделал ее имена собственницей. Этот барский жест зафиксирован в документах. Магазин только с приходом Светланы начал приносить прибыль. Вскоре бизнес разросся в сеть. Исключительно благодаря усилиям Светланы. Жогов для этого палец о палец не ударил. Естественно, все документы на сеть бутиков были оформлены только на Светлану. А потом бац, бракоразводный процесс. Можно? Да. И практичный муж решает вернуть свой подарок обратно. Для этого он подает в суд иск на надуманном основании. О том, что якобы Светлана подделала документы на владение сетью бутиков. Иск дохлый. И мы выиграли бы дело в любом случае. А вот теперь. Да, по всему видно, что Жогов еще та акула бизнеса. Не даром Жогов входит в десятку самых успешных бизнесменов страны. Успешный бизнесмен и беспринципный рейдер. Разные вещи. Жогов умеет успешно лишь одну вещь. Отбирать. Значит так, товарищ полковник. Предположительный мотив убить свою бывшую жену у Жогова есть. Но улик пока нет. Зато абсолютно ясно, что Жогов явный клиент отдела по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями. Упускать его из виду, ну, никак нельзя. Вы подкиньте нашим ребятам информацию. Сергей Юрьевич, а что это вы мучаетесь с доставкой? Давайте я сам сбегаю, все куплю. Нет, голодных студентов к Высокой кухне подпускать нельзя. Для тебя есть другая задача. Видишь, это дом, который недавно купила Жогова. Прогуляйся туда. Окей. Так, картошка фри. Субтитры сделал DimaTorzok Сергей Юрьевич, как видите, здесь ничего интересного нет. Я схожу на второй этаж, постой, покажу вон те скульптуры. Сейчас. Смотри, стоят посреди холла, такое впечатление, что их перенесли, но так и не решили, куда поставить. Здесь еще одна. Сергей Юрьевич, а это похоже на Светлану Жогову. Может, она позировала скульптору? И кто свое ЛСЕ чудо? Сейчас. А, вот. А, Олеферов. Добрый день. Здравствуйте. Я прошу прощения. Можно вас на минутку? Скребков Алексей. Я вас слушаю. Скажите, вы знакомы с хозяйкой этого дома? Со Светланой? Ну, совсем шапошного. Она недавно дом купила. Ну, женщина вроде порядочная. Если вы не против, я буду вести записи. Да, конечно. Для следователя. Скажите, кроме Светланы в этом доме вы еще кого-то видели? А, ну, был недавно тот мужчина на такой дорогой спортивной машине. Мужчина. Вот этот мужчина? Да нет. Тот совсем другой был. А что со Светланой? К сожалению, пока что это тайна следствия. Вы лучше опишите этого мужчину. Щитина у него такая небритая. Такой артистичный мачо. Она бы еще Альбертом звала. По-моему, он из скульпторов. А, кстати, он недавно скульптуры какие-то привозил. Стажер. Да? Придется тебе заглянуть в гости к этому мачо. Есть. Этой ночью была убита Светлана Жогова. Да, мне уже сообщили. Господи, какой кошмар. А как вы познакомились с Жоговой? Да, совершенно случайно. Она была на моей выставке, купила сразу три скульптуры. Но в нашем мире настоящих ценителей культуры не так уж и много. Вы не против, если мы ее смотрим в мастерскую? Да, пожалуйста. Аккуратно, пожалуйста. Это еще не проданная модель. Извините. Знакомая фигура. Похоже, ваша любимая модель. Ну да, Светлана позировала мне пару раз и что. Так насколько близко вы были знакомы? А слушайте, вы меня явно с кем-то путаете. Видите ли, я... Я художник, а не Дон Жуан. Алиферев, а что у вас в сейфе? Да так, ничего особо. Бумаги, бухгалтеремы. Можете отойти, пожалуйста? Сергей Юрьевич, вы видите? Согласитесь, место убийства Светланы Жоговой и ваша инсталляция. А как вы сами объясните такое совпадение? Может быть, кто-нибудь меня хочет подставить? Понимаете, основная концепция моего манекенного цикла заключается в том, чтобы отобразить полную механизацию нашего общества, по потере индивидуальности человека, но чтобы использовать искусство для того, чтобы обставить такое животное убийство. Честно говоря, не знаю, кто такое мог сотворить со Светланой. Так, а кто, по-вашему, мог бы вас подставить? Возможно, бывший муж Светланы. Решил отомстить. Жогов? Угу. За что? Если говорить откровенно, мы тогда верно догадались насчет меня и Светланы. Да, мы были любовником. Я просто не хотел афишировать эту связь. Когда мы с ней познакомились, она находилась в ужасном состоянии, узнав об изменных мужа. Больно ей было тогда. Трудно. Нуждалась в поддержке. А Жогов узнал о вашем романе? Может быть, Светлана ему сказала, так, в отместку. Он приезжал ко мне в мастерскую, разбил несколько скульптур. Потом угрожал. Жогов не из тех, кто разбрасывается пустыми угрозами. Ну, так арестуйте его. Он же настоящий бандит. Но вы не переживайте, мы разберемся. Извините. Да, я слушаю. Что? Вот это уже интересно. Я понял, да. Значит, бери все и езжай ко мне. Давай. Мой помощник вскрыл ваш сейф. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Сергей Юрьевич, вот телефон Светланы Жоговой. Который мы нашли у вас в мастерской. На нём, кстати, есть одно интересное видео. Честно, как он к вам попал? Светлана забыла его у меня. Я хотел её вернуть, но не он успел. Понятно. Ну что там, включай. Сейчас. Да, мне опять нужны деньги. Иначе я вынужден буду выложить это видео в интернет. Свет, мы же уже обо всём поговорили. Но в конце концов, я же не затаскивал тебя в постель. У нас с тобой всё произошло по взаимному согласию, да? Олеферов, ты мне скажи, ты постельные сцены, ты тоже снимал по обоюдному согласию? Чего ты паришься? Для тебя это вообще не деньги, для меня возможности шансы. Я уже купила три твои вот эти паршивые скульптуры, и после этого ты продолжаешь меня шантажировать. Ну, Олеферов, ну какая же ты всё-таки мразь? Слова подбирай. А, это не слова. Я весь наш разговор записала на мобильный телефон. И прямо сейчас я иду подавать заявление в полицию. Дай сюда. Пусти меня! Идиотка. Да, ну теперь понятно, откуда у вас деньги на престижный автомобиль, на мастерскую в центре города. С помощью, так сказать, творческого подхода к женщинам. Именно, творческого. Я же никого не затаскал в постель силой. Я просто отдавал женщинам того, чего им так не хватало. Простое человеческое тепло, и что в этом такого? А если она отказывалась благодарить, можно ведь и убить, не так ли? Господи, да послушайте вы. Я никого не убивал. Я бы никогда не причинил Светлане вреда. Мы разберемся, Олеферов, разберемся. А ваше временное прибежище будет в СИЗО. Вам предъявляется подозрение в вымогательстве. Пойдем, жертва искусства, идем. Пришло заключение баллистической экспертизы. В Жогову стреляли из девятимиллиметровой Беретты. Значит, нужно обыскать мастерскую Олеферова еще раз. Ну да, можно и обыскать. Слушай, ну если этот Олеферов убил Жогову, то он клинический идиот. Убить и обставить место убийства своими инсталляциями, да еще хранить оружие у себя. Какая встреча. Здрасте. Вы следите за мной? Нет, что вы. Знаете, напрасно вы меня воспринимаете, как врага. На самом деле, я вам очень искренне хочу помочь. Спасибо большое, но я не нуждаюсь в вашей помощи. Послушайте меня. Да. Вы плохо знаете, Сергей. Он патологический эгоист, одиночка. Не способен на семейные отношения, я в этом уверена. А вы такая молодая, красивая. Ну зачем вам это надо? Почему вас это так заботит? Насколько мне известно, вы давно уже развелись. Или вы до сих пор пытаетесь контролировать его жизнь? Зачем? Ладно. До свидания. Я хотела вам помочь. По флешкам, найденным в сейфе у этого скульптора, мы нашли еще четыре жертвового вымогательства Алиферова. Состоятельная дама. Искали романтики на стороне, нашли большой геморрой. Так что основание у Алиферова убийства Жоговой было. Жогова хотела заявить про шантаж. Ну, а там психанул и убил ее. В порыве творческого гнева. Обставил место преступления манекенами, там, всякими знаками. Ну, как на своих выставках. Башку сорвал у этого подлеца, вот и все. У Алиферова есть алиби. В ночь убийства он с очередной своей любовницей кувыркался в мастерской. Она уже дала показания Скрипкову. Кроме того, пистолет так и не найден. А без такой улики, как оружие убийства, мы не можем предъявить обвинение Алиферову. Выбросил пистолет. Спрятал. Нужно дожать этого мерзавца, вот и все. Ну, это слишком все просто получается. Ладно, товарищ полковник, дайте мне еще пару дней. Добрый день. Добрый. Простите за визит без предупреждения, я пришел вас поблагодарить. Я, честно говоря, не ожидал, что вы так быстро найдете убийцу Светланы. А вы не торопитесь с благодарностью, дело еще не закрыто. А я удивлен вашей осведомленностью. Да, у меня много друзей, в вашей структуре тоже. Так вот, я повторюсь, я благодарен вам за успешно раскрытое дело. Я желаю вам удачи. Да, я совсем забыл. Знаю, что вы изъяли у этого негодяя телефон Светланы. Если он вам больше не нужен, не могли бы вы мне его вернуть к памяти моей жене? Бывшей. Какая разница? А вы многое знаете. Телефон я пока дать вам не могу, так как он проходит по делу, как улика. Вот как только закроем дело, сразу передам. Хорошо, спасибо. Как сможете, позвоните. До свидания. Скляков, а ну прошерсти телефон от и до. Проверь там все мелочи. Может что-то найдем? Хорошо, попробуем. Сергей Юрьевич, я кое-что нашел в телефоне Жоговой. Что именно? А вот, посмотрите. Что это? Какой-то сайт, а на нем ссылка на видеофайл. А, и зачем это Жоговой? Не знаю. Ну, согласитесь, это весьма странно. Да и тем более на женском телефоне. И что есть шантажиста, но обычное дело в телефоне. А вот ссылка на какой-то сайт, это необычное. А может, просто возможно что-то по работе. А ведь она у нас бизнесвумен, да? Да, может и по работе. Но все равно стоит проверить. Да и любопытно. Значит так, ты сначала езжай в мастерскую Калиферово, да? Проведи там обыск. Ну, нам нужен просто формальный отчет для Тетерева. Понял. Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, стажер. Будем заканчивать? Вон, все перерыли. Глухо, как в танке. Да я вообще не понимаю. Субтитры создавал DimaTorzok Сергей Юрьевич, вот что мы нашли в гипсовом бюсте. Как раз то, что мы искали. Берета 9 миллиметров. Вам знаком этот предмет? И что это? Пистолет, берета 9 миллиметров. Ерунда какая-то. Нет, впервые вижу. Из этого пистолета была убита Светлана Жогова. Мы нашли его в вашей мастерской. Да я вообще никогда оружие в руках не держал. Но в конце концов, проверьте на отпечатки пальцев. Стереть отпечатки на пистолетии дело нехитрое. А вот ваше положение, Олеферов, сейчас незавидное. Вы подумайте там, поразмышляйте. Времени для этого у вас теперь много. Ну вот я же говорил, нужно было прижать этого скульптора, и все готово. Молодец. Оперативно дело закрутил. Поздравляю. Как-то слишком гладко все получается. Слишком красиво все улики сошлись на Олеферове. Красиво, некрасиво, какая разница. Дело раскрыто. Ну а вот и все. Так что его алиби гроша ломаном не стоит. Передавать дело в прокуратуру. Ладно, хорошо. Завтра передам. Ну тогда отбой. Все слышал? Угу. Передаем материал в прокуратуру. Понял. Вот. Что это? Это фото-веб-страница с телефона Жоговой, которую она сделала за неделю до смерти. Какой-то странный сайт. Это скрытая интернет-сеть. Не понял. Это анонимная сеть, которая находится под основной. Ее очень тяжело отследить. А зачем эта сеть Жоговой? Не знаю. Но на этом скрине есть ссылка на видеозапись. Я поставил ее на скачивание. Это займет несколько часов. Ну тогда подождем. Мне там мама звонила. Я пока она скачивается съезжу домой. Да, давай. Да, дело с Жоговой уже закрыто. Да, документы я завтра передаю в прокуратуру. Да я лично все проконтролирую. Да. Уродство какое-то. Ну что, как там мама? Нормально. Привет передают. Спасибо. О, видео скачалось. Посмотрим? Ну давай, глянем твое видео. Ну что, начнем? Выходим. Откуда зайца? Из двадцать первой колонии. Вчера по документам от туберкулеза померили. Давай, ну что стоим? Вперед. Давай, давай. Готов. Добивай. Есть. Порядок. Так, я не понял, что это было. Ну, голос за кадром Жогова. А эти мужики, кто они? Ну, одного я знаю точно. Сейчас этот субъект, первый за министром ВД. Другой, наверное, тоже из этой батери. Ты меня в лицо снимаешь? Не, ну они же людей убивают. Что мы теперь делать будем? Ты ничего. Забудь все, что видел. Понял меня? Как это забудь? А молча! Наглухо! И езжай к маме. Сиди дома, пока я тебе не позвоню. Хорошо, и когда вы позвоните? Скоро. Все. Меньше текста. Собрался и бегом домой. Не, ну это... Я сказал, меньше текста. Есть. Планшет останется у меня. Здравствуйте, Жогов. Это Никонов. Вы хотели забрать телефон бывшей жены? Завтра утром можете подъезжать ко мне. Сергей Юрьевич, я все же вас поздравляю. Я был уверен, что этот урод, скульптор, поднял руку на мою Светланочку. Я надеюсь, закон вас даст ему по заслугам. Я надеюсь, что закон вас даст по заслугам всем виновным. Присаживайтесь. Спасибо. Я вас не совсем понимаю. Вы сказали, что хотите вернуть мне телефон Светланы? А он вам нужен? Как память о бывшей жене? Да. А собственно, что? Или в нем есть нечто, чего вы так сильно боитесь? Я вас не понимаю. Ну сейчас, может, поймете? Ну что, начнем? Выходим. Откуда Зайца? Из 21-й колонии. Вчера по документам от туберкулеза помер. Ну что, стоим? Вперед! Давай, Лерман! И что теперь? Неужели ты думаешь, что что-то сможешь сделать с этим видео? Меня изначально смущало, как все красиво складывалось вокруг Винели Ферова. Он прагматик. Шантажировать женщин ради денег, это да. Но это его потолок. Это вы загнали Светлану в угол. Она понимала, что бутики уже потеряны для нее. Но хотела бороться до конца. Пишите документы. На одной из встреч с вами, Светлана попыталась в очередной раз уговорить вас оставить ей хоть часть бутиков. Но вы ответили отказом. Как она успела сфотографировать монитор вашего компьютера, это не важно. Главное, что было на мониторе. Ты кто такая, спрашиваю? Взять на место! Я нельзя! Подпиши! Я сказал, села! Быстро! Я застел сидеть, дура! Все дальнейшее было крайне неожиданным для вас. Через несколько дней она позвонила и стала шантажировать вас. Вероятно, переслала по почте фото с монитором. Когда вы поняли, о чем идет речь, судьба Светланы была решена. Обставить все так, как будто бы убийство Светланы делало рук Олеферова, вам не составило никакого труда. Мне интересно другое. Кто придумал эту охоту на людей? Чего ты добиваешься? Справедливостью. Только и всего. В убийстве Светланы виноват Олеферов. Другого варианта не будет. Что? Хочешь в качестве каких-то доказательств использовать эту дешевую подделку? Экспертиза выяснит, подделка это или нет. Чи-чи-чи-чи-чи-чи. Успокойся. Я не буду марать у тебя руки. Просто времени у меня. Позвольте, я вас покину. Тороплюсь. До встречи. Материалы по делу об убийстве Жоковой я уже передал прокурату. А Олеферову предъявлено официальное обвинение. Но вы же знаете, что Олеферов не виноват. Я много чего знаю, Сережа. Валидол пил два раза в жизни. Один раз, когда жена рожала. Сегодня. Но у тебя все как есть, я не принимаю решения. Есть приказы из министерства. Так же нельзя. Есть доказательства. Мы можем посадить этих замминистров и прокуроров. Ты ребенок. Но прежде чем посадить, нужно снять с должности. А кто может снять с должности замминистра? Ты, я. Ну ты хоть понимаешь, какой это уровень? Это же без предела. Вы что, хотите оставить это дело? Я хочу уйти на пенсию, а не в тюрьму. А, ясно. Ну что ж, тогда я сам за его закончу. Я так и знал. Ты уволен сегодняшним днем. Вы серьезно? Это печаль, дата, подпись. Скрипкова твоего тоже. Скрипкова хоть не трогайте, он вообще не в курсе. Дай телефон, Жоков. Прости, дорогой. Прости, дорогой. Да. Привет. Слушай, я уже к тебе иду купить что-нибудь по дороге. На сегодня свидание отменяется. Как отменяется? Ты же мне сам написал в СМС, чтобы я срочно ехала к тебе. Появились какие-то факты по альдилу моего отца. Это подождет. Я нашел в тайнике блокнот отца. Там есть все, что не вошло в официальные материалы по делу. Нет, давай не сегодня. Я сам наберу. Извини. Да. Ты все же идиот, Ниганов. До тебя простые истины никак не доходят. Все, что тебе нужно было сделать, последовать умному совету и угомониться. Ясно. Жучки вам надонести ставить не было. Просто прослушивали мой телефон. Ты клинический идиот. Мало того, что продолжаешь копать дело твоего отца, ты еще умудрился влезть в дело выше твоего уровня. И что ты добился? Тебя просто уволили. Но это еще не все. Твоя массажистка. Она сейчас в мир найдет по улице, за ней едет наша машина. Не трогайте ее. Слышишь? Она ни к чему не имеет отношения. Все будет зависеть только от тебя. Подумай, что тебе нужно делать. Хорошо, подумай. Я понял. Ты только ее не трогай. Что за спешка такая? Ты можешь объяснить? Потом. Нет времени. Давай, 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 давай. Давай, старшина ножки. Серега, ну куда ты собрался? Хочешь, я с трубой поеду? Нет, я бы едва джину. Счастья себе. Ну ладно. Сергей Юрьевич. Алло, Анна, а скажите, а вы не знаете, куда Сергей Юрьевич делся? Ну, дело в том, что он трубку не берет и двери не открывает. Почему волнуюсь? А вы еще разве не слышали? А нас ко всем чертам уволили. Ну, что вы ждете? Здрасте, Анна. Здрасте. Подождите, стоп, подождите, сейчас я попробую ему еще раз позвонить. Ты слышишь? Да. Продолжайте. Сергей Юрьевич, вы звоните? Сейчас. Да. Нашел. Стоп, подождите, это вещдок. Да. Понял. Володька звонил. Они нашли коляску Никонова на пешеходном мосту. Здравствуйте. 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 Это трос. Спасибо. КОНЕЦ Скребков? Помощек не гонал. Мои соболезнования. Жалко его. Никонов сказал, что вы можете помочь. Посмотрим, что можно сделать. В конторе сейчас чистка, так что шанс есть. Попробуем. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ